Поскольку у нас уже с вами довольно давно не было общей встречи, прежде чем продолжать, я напомню, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, с тем, чтобы продолжение было естественным. Итак, я подвожу итог. Теме «Сущность христианства». В отличие от всех других людей, христианство утверждает нечто такое, чего не было в истории религиозного сознания и в истории религиозной жизни всего мира до этого момента. Христианство утверждает следующее, что никакая святая жизнь человека, никакое самое возвышенное учение, никакой самый оптимальный путь в жизни не способны привести человека в то состояние, при котором он мог иметь полноценное единение с Богом. Ибо спасение – это и есть единение с Богом. Как вы помните, мы говорили, причиной такого, кажется, странного вывода является то обстоятельство, что по христианскому учению человек глубоко исказился в своей природе в силу отпадения от источника жизни Бога. Вот христианство утверждает, что самым главным, что имеет место в истории человечества и что является спасительным для него, это есть та жертва, которую принёс Христос, поплатившись, пострадав, умерев и затем воскрес. Вот эта жертва Христова, которая охватывает все этапы жизни, его жизни, и является самым существом христианства. Без этой жертвы фактически христианство превращается в одну из прочих религий. И эта жертва отличает его от всех других религий. Эта жертва отличает и миссию Христа от миссии всех других основателей, других религий. Поэтому мы и говорим, что Христос, во-первых, спаситель, во-вторых, Он учитель. Даже ветхозаветные праведники, которые достигали, кажется, очень больших вершин святости, по христианскому учению, не могли получить того, к чему предназначен человек. То есть, того полноценного бытия, ради которого создан человек. Только жертвой у Христа восстанавливается человеческая природа в своей целостности и в своей полноте. Вот это очень важный момент, который как-то нужно нам с вами выяснить. Отсюда проясняется и другой момент, который также имеет немаловажное значение. Иногда, естественно, возникает вопрос. Ну, хорошо, но если бы пострадал какой-то из основателей других людей, так же он принес себя в жертву за своих последователей, его жертва, какой бы имела смысл? Ответ совершенно однозначный. Это был человек и просто человек, и его жертва могла бы иметь тот же смысл, какой имеет любая жертва человека за свою семью, за свой народ, за свое отечество. Помните, какое впечатление произвела, например, жертва Муция с Цеволой? Когда Рим был охружен врагами, когда уже там начался голод, когда уже ясно, полный крах грозил Рим, он идёт в стан врага с миссией мира, его пропускают к вождю, перед тем костёр, сковорода там, или что-то такое, решётка. он кладёт свою руку на эту горящую, железную шелку и начинает переговоры с этим вождём. И говорит, вы напрасно сюда пришли, мы, римляне, не те люди, которых можно покорить. У нас всего достаточно нам долгое-долгое время и пищи, и воды, запах жареного мяса. Можете, этот смотрит на него, кругом смотрит в ужасе, а Муцца из целого продолжает говорить. Мы вам советуем уйти от всего. Мы никогда не сдадимся, но и для вас могут быть не очень хорошие последствия. Рука сгорает. Муцца из целого увозят в Рим, буквально через какой-то час или два, осада снимается, и Рим больше не видит врагов. Сильное впечатление? Конечно. Это такой геройский поступок, который редко можно найти в истории. Это какая была, я ещё удивляюсь тому, какая была сила даже физическая, какая-то духовная, нервная, всё вместе. Это же поразительно просто, что он перенёс. Но он действительно спас свой народ. Спас римлян от разгромок. Но какое значение имеет эта жертва? Она имеет жертву только вот для данного момента, для данного народа, имеет силу и значение психологическую. Мы же говорим о природе человека как такового. И ясно, что ничья жертва никакого человека в истории не могла иметь никакого значения для изменения человеческой природы по существу. Христос воспринимает природу человеческую, спасает не человека Иисуса этой жертвой, не человека Иисуса. Воплощается, не вселяется в человека Иисуса, как я это говорил, не с торией. Он соединяется с человеческой природой как таковое, полноценным. Её исцеляет, изменяет через свой кэнвасис, своё уничижение. Он, Христос, становится вторым Адамом. Что значит вторым Адамом? То есть тем, от кого может пойти новый род людей. Этот новый род людей назван христианом. Вот в чём существо христианства. Потому Христос не есть просто Учитель или Великий Учитель. То есть Он есть, но это вторичное. Первичный Он Спаситель. Вот в этом суть христианства. Мы с вами отдельно будем говорить по этому вопросу. Что означает его жертва? Мы будем отдельно говорить. Как её понимать? Посмотрим на разные точки зрения. Но это в дальнейшем. Сейчас мы говорим только о сути сначала. Знаете, как о зерне. А потом уже выйдем из этого зерна. И дальше мы с вами поговорили ещё, начали разговор о неверных трактовках христианства. Одна из них, из трактовок, говорит о том, что христианство есть не что иное, как продолжение и развитие ветхозаветной религии. Но эта точка зрения не выдерживает критики, хотя бы потому, что вся история свидетельствует по решитам антагонизме, который тут же возник с появлением христианства, как в отношении самого Христа со стороны иудеев, так и его учеников и продолжателей его дела. Хотя нужно сказать, что история показывает нам, что эта мысль оказалась очень соблазнительной. У нас, на Руси, например, она принесла в известный вам исторический период очень большие нестроения, страдания и смуты. Связано это было с известным явлением ересью жидов. Сейчас фактически западные христианства всё находится под влиянием, очень сильным влиянием Ветхого Завета, Ветхозаветных ценностей. Все основные ценности, именно ценности, которые являются критериями в оценке человеческой деятельности, берутся из Ветхого Завета. Я вам говорю, что вы не найдёте общество Ирии, значит, сколько угодно найдёте обществ шалом. Справедливость, опять-таки, основные понятия, потому что мир, значит, шалом, или справедливость, правда. Опять-таки, вот, например, ЦДК – еврейское, иудейское, ветхозаветное понимание, а не дикеосини, не та праведность, о которой говорит христианство. Это мы сплошь и рядом увидим. Сами заповеди, какие в основу полагаются в жизни, десятословия, а не заповеди блаженства. А разве мы не помним, что пишет апостол Павел, что между нами, христианами, стыдно и говорить даже о таких вещах, как не убей, не украдить, не при любом действии, что мы, язычный терап, стыдно и говорим. Как всё равно, что, знаете ли, в благородном каком-то обществе сказать о том, а вы не вор. стыдно и говорим в обществе христианском. Так вот, так что, видите, вот это одно из таких заблуждений или превратных представлений в христианстве, которое имеет место. Затем, по-моему, мы с вами говорили ещё о другом непонимании христианства. Ну, собственно, оно уже настолько очевидно в самом изложении сути, что о нём бы и говорить не о чём. Но, тем не менее, действительно, сплошь и рядом мы находим в истории, особенно в кругах, в кругах людей, в мысли, в кругах философских, когда христианство воспринимается, воспринимается как некая новая доктрина, новая система взгляда, представляющая новые, интереснейшие идеи, удивительные новые понимания Бога. Совершенно неслыханно и не видно. Вот это понимание христианства как доктрины не выдерживает никакой критики с точки зрения того, что мы сказали о существе христианства. Не в учении суть его, а в жертву. И затем, по-моему, мы с вами коснулись ещё понимания христианства как нового закона. был запомнил, это заветный, это что? Система, совокупность, правил и требования верующему человеку необходимых, необходимых для его религиозной жизни. Вот это понимание, оно хотя и не звучит нигде как утверждение, я сомневаюсь, чтобы мы нашли вот такой категорической форме заявлений о том, что всё христианство заключается в том, чтобы мы исполняли все правила и повеления сами по себе. По-моему, так никто не скажет. Все скажут, что необходимо вера во Христа, необходимо исполнение заповедей, но практически, подсознательно, без слов мы видим прямо противоположное. Мы находим широчайший слой направление, имеющий огромнейшую силу, когда всё существо христианства сводится именно к исполнению определённых совокупностей церковных, обрядов, канонических, богослужебных и прочих требований. То есть, то, что раньше именовалось законником, законничеством. Законники в ветхозаветный период были люди самые почитаемые, как вы знаете. Это люди, которые поставили свои цели исполнить весь закон. Возникло целое партие направлений, фарисеи, которые стремились исполнить всё до последней мелочи. Мы видим, что что в связи с этим произошло. Вот это исполнение чисто внешних вещей, призабвение, цели, ради которой были установлены эти вещи. Оказывается, приводит человека в глупейшем, безумнейшем, гордыне к мнению о себе уже как о праведнике. Я пошёл послан с крестом ходом или противом. Как крестился интересов преподобный Сергий? Думя крестами или тремя? Скорее всего, наверное, двумя. А Серафим Саровский тремя. Что ж теперь делать? Они, наверное, апостолы не знают. Может быть, двумя или одними. По крайней мере, в первой веке и так было. А может и пятью. И такое было. Какое имеет значение? До какого божества можно дойти, когда мы великую веру подменяем, чем игрушками, блаженно чистое сердце и тем, в какую сторону выходите с крестным ходом или прочее. Эти вещи нужны? Да. Дисциплина нужна. В церкви всё многообразно и по чину добывает. Да. Но это есть только условия чисто внешнего порядка, которые не имеют существенного значения. Они нужны для нормальной церковной жизни. И всё. Но они не спасают человека, и они и не губят. Если человек по обстоятельствам, ну, внешне по обстоятельствам иногда должен отступить от каких-то этих правил. Не в этом суть христианства. Но вы прекрасно знаете, что для народного сознания это, конечно, самое главное. Съесть живьём свою соседку, но зато скажет, я молочка не съела великого Господа. Всё праведница. Молитесь на неё. Вот это беда, друзья мои. Это очень серьёзное заблуждение, которое, повторяю, не где-то не зафиксировано в виде определённых жёстких указаний, но которое проходит красной нитью через широкий слой верующих людей и часто губит их. Вы нигде не найдёте таких фурий злых, озлобленных, как в некоторых наших храмах, в которые, когда зайдёт молодой человек или девчонка, которые ничего не знают, она, может, и одета выше крыши, она ничего не знает. И он руки назад что-то такое. Откуда подлетит и съест буквально с какой ненавистью обращается, то есть показывает, христианство это религия чего, любви? Вы что? Я вам покажу любовь. Вы больше никогда в храм не зайдёте после этого. Эти бедные молодые люди, когда попадутся в руки этой злой фурии. Вот это вот искажение христианства жуткая вещь. С ним надо бороться. Если вы будете, почти все будете священниками и потом настоятелем будете, смотрите за этим. Не занимайтесь только алтарём. Посмотрите, что делается в вашем храме. И таких фурий гнать нужно из храма. Ставить на поклоны публично. Отлучать буквально на какое-то время, чтобы неповадно было. Они разрушают церковь. Есть ещё несколько я бы сказал должных пониманий, которые нужно нам иметь в виду. Я рад чего говорить, что мы просто имели представление о них и, когда это потребуется, принимали соответствующие шаги для их удаления. Есть очень сильное течение. Оно в своё время неоднократно возникало на Западе. Так называемое адогматическое христианство, которое сводит всю суть христианства к моральным требованиям. Понимаете, под христианством исключительно одну наборную пробку, если хотите. Всё сводит к ним. Всё сводит вот только вот к этим нравственным требованиям, или лучше сказать, нравственным принципам, нормам, которые возвещены в Евангелии. Это, конечно, убогая точка зрения. Она, как правило, совершенно не считается с истинами христианскими. Почему называется часто адогматическим. А – это греческое «не». То есть недогматическим христианством. Эта точка зрения имела много сторонников и до сих пор целые течения есть, которые вообще не считаются просто сдохнутыми никоим образом. Главное, чтобы человек был порядочным. А во что и как он верит не имеет никакого значения. Называется христианином и всё в порядке. В чём опасность этой вещи? может быть в первую очередь стоит сказать вот о чём. Здесь есть несколько очень важных моментов. Первое, что мы должны понимать и различать между собой нравственное и духовное. Это вещи совсем разные. Слышите? Совсем разные нравственность и духовность. Да, что они взаимосвязаны между собой, конечно, что они часто определяют друг друга, да, но просто это разные вещи. В чём же различие между ними? если будем говорить о нравственности как каковое, что это есть в конечном счёте? В конечном счёте нравственное это положительно, это верное наше отношение к окружающему миру, в первую очередь к другим людям, к природе, к ценностям, будем называть этим словом окружающих нас, ко всему творчеству человеческому и творению Божьему. К правильному отношению. Каково это правильное отношение? Это правильное отношение выражается в золотом правиле. Не делай другого того, чего не желаешь себе. нравственность связана с определенными действиями человека. Ведь меня же никто не назовет безнравственным от того, что у меня мысли бывают кое-какие, но не совсем нравственные. А откуда это кто узнает, какие у меня мысли? Никто не знает? Никто не знает? Я не скажу. я скажу только о своих хороших мыслях. А безнравственных не скажем. Значит, понимаете, когда мы пытаемся оценить ту или иную деятельность человека, его поведение, характер, ну, все прочее, мы оцениваем по каким признакам? По проявлению, по его действиям, словам, делам, творчеству и так далее. И мы называем нравственным какого человека? который никого не убивает, не грабит, не обманывает, не прелюбодействует и так далее. Это не я. Это не я. Можно троих глазов его вызывать? Три? Сколько глаз? Троих глазов можно? Ну что, такого не бывает. Бывает. Слушайте, вы его на дуэк вызвать? А я только два увижу. Вот искушение. Видимо, очки надо надеть, наверное. у меня был случай в связи с этим периодом, когда вдруг меня спасали, сказали, там пришел человек, очень вас просит. Ну, я сошел вниз, вы будете такой, говорю, да, вот, вы знаете, у меня вот такие-то проблемы. И он мне высказал свои проблемы. Я ее выслышал, говорю, вы знаете, это выше моего понимания. Они очень сложные. Реакция была удивительной. Представляете, какую реакцию? Я сказал, у вас третий глаз, наверное, да? Вы во мне что-то видите, да, поэтому вы не говорите. Несмотря на то, что я всячески пытался, скажем, у меня только два глаза, номер не прошел. Он так и ушел, бедный, пораженный тем, что если я не стал ему отвечать на эти проблемы, значит, у меня третий глаз. Я увидел, что его не стоит, не следует, или он даже не достойный моего ответа. Вот задача была. Вот какие вещи. Так что трое глаз отрывает. Ну, хорошо. Так вот, значит, о нравственности. Так видите, мы каким образом нравственным оцениваем деятельность, поведение и творчество человека с точки зрения тех норм, которые очевидны. Вы слышите? Очевидны. Которые можно увидеть, услышать, заметить, наблюдать одним словом. И в зависимости от этого мы называем человека нравственным или безнравственным. Например, находит у него какое-то огромное количество соответствующих, открытых, говорят, ну, понятно, какова нравственность этого человека. То есть, он ничего не понимает. Ну, мы видим, чем он интересуется. Уже мы понимаем. Или какие программы там он смотрит по телевидению, какие книги читает он. То есть, это является оценкой его нравственности мы можем произвести и по тому, чем он интересуется. Это вот все то, что относится к нравственности. Но уже вы поняли, что относится в духовности. Я могу внешне, то есть нравственно быть очень, например, человеком, человеком, человеколюбивым, нищолюбивым. Внешне. В чем это будет проявляться? Я могу благотворить. Я могу или подавать милосерд, когда я иду и там просят, что-то такое. Или переводить там деньги куда-то, куда-то через банк там и так далее. Одним словом, я могу совершать вот такие внешние благотворительные акции. Вопрос. Вопрос в том, что я делаю, добро или зло с точки зрения моральной бесспорной добро? Сомнений никаких нет с точки зрения моральной. Вот тут мы подходим. Мы увидим, в чем духовность, что такое духовность. а никто не знает, почему я это делаю. А я делаю, сейчас я вам открою тайну, для того, чтобы мне в дух пройти. Мне надо создать вес, авторитет своей личности, понимаете? Я направо-налево перечисляю деньги, об этом пишут газеты. Так, я-то не знаю, пишут другие, конечно, но я не говорю, зачем. По телевизору я могу и по-другие мотивы у меня приводить, чисто тщеславные. Я не фунт изюма. Это, конечно, предел совершенства, быть не фунт изюм. Сами думаете, выше уже совершенства нет. По тщеславии, по гордыне, по расчету никто не знает, что во мне. Я и руководил мною. Мною могут руководить мотивы совсем не человеколюбия, совсем не исполнение заповеди Божьей о любви к ближнему, совсем не милосердия, а вещи не только противоположные, а вещи по-час безобразные, отвратительные, но никто об этом не знал. Это во мне, в моем духе. То есть, что я хочу сказать? Что с внешней стороны я могу быть просто святым человеком. Внутри же я исполнен гордыней. Более так, могу быть исполнен презрением к людям, невероятного тщеславия и так далее. Более чем достаточно фактов, которые встречаются у нас если не на каждом шагу, то очень часто. Когда мы с удивлением были, такой человек, такой человек, как он мог это сделать? Оказывается, иногда прорывается, прорывается иногда, когда этот святой сатана вдруг показывает свой рот. Троньте вы этого нравственного высшей степени человека, только затроньте, попробуйте покритиковать его, и вы увидите, он вам покажет, где раки зимуют. духовность – это то, что скрыто от внешнего взора, что находится в самом духе человека, и что может внешне почти не выражаться, или выражаться настолько незаметно, что для взора неопытного быть невидимым совсем. духовные ценности духовные ценности каковы? Евангелие их называет. Он называет, например, любовь, милосердие. Но это совсем не означает, что тот, кто исполнит любви и милосердие, обязательно, обязательно будет внешне это выражать так, что это всем будет очевидно. Напротив, оказывается, чем больше ценность духовная присутствует в человеке, тем больше он ее скрывает. Вы обратите внимание на поразительный факт, поразительную совокупность фактов, которые мы находим в Евангелии. Поразительный. Слушайте, вы обращали тогда внимание, что Христос очень часто, совершая чудо, приказывает никому не говорить, не рассказывать. Это же паразительная вещь. В чем дело? Вы думаете, это просто идет от ума или от чего-нибудь? Да нет! Каждая истинная ценность, духовная ценность, запомните, она целомудрена. Целомудрена. Не ущербно мудрена, а целость, то есть по существу целомудрена. А мы знаем, что такое целомудрение. Мы знаем, есть стыливые особые, а есть бесстыдные пасы. Правда? Но я говорю уж о женщинах в данном случае, поскольку это одно мужское общество. Если было женское общество, я бы, конечно, пример точно наоборот. Вы сами понимаете. А тут не могу же я сказать, что мужчина может быть бесстыдно. дальше невозможно. Мы понимаем, что такое целомудрие. Мы знаем, оно прячется, оно скрывает себя. Слышите? Скрывает себя. Истинная добродетель, истинная духовная ценность всегда себя скрывает. Не случайно Христос и сказал, что если хочешь помолиться, что нужно сделать? Затворись, затворись. Кстати, мне это очень не нравится. Очень не нравится. Я предпочел, чтобы меня все фотографировали, когда я молюсь. А эти разбойники студенты никогда меня не фотографируют, когда я молюсь. Сегодня Митров фотографируют. Это вообще безобразие. Ах, тоже можно, да? Вот неплохо. это как-то хорошо, это я учту. Вот вы понимаете, да? Так вот духовность, то есть духовность и нравственность. Я надеюсь, что теперь мы начинаем понимать это все различие. Может быть, очень нравственным поэмом и совершенно бездуховным. Ну, то есть, иметь противоположную духовность, то, что всегда есть, тот или другой, положительный или отрицательный, темный или светлый. Почему я говорю бездуховный? Да. Значит, нравственность сама по себе не определяет еще духовное содержание. нравственность только тогда начинает определять, положительно определять духовность, когда она находится в определенном ключе. То есть, когда человек стремится к исполнению Евангелия в своей жизни, вот тогда его нравственные поступки, они могут иметь эту направленность, то есть, положительную направленность и могут постепенно приводить человека к тем духовным ценностям, без которых вся нравственность сама по себе. Ничего не стоит. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Помните? Замечательные слова апостола Павла в его знаменитом гимне любви. Так оно и есть. Поэтому, когда христианство представляет как какую-то, знаете, моральную систему, вы знаете, этот примитивизм, просто я не могу слов найти, чтобы выразить, выразить это уродство, эту карикатуру во христианстве, когда в христианстве ничего большего не виден, кроме вот этих вот некоторых моральных правил. Да там в основном почти все, есть исключение, почти все правила, они все те же. Это золотое правило, не делая другим того, чего не знаешь себе, так вы что думаете, Христос впервые что ли это сказал? По истории религии вы знаете, что это правило повторялось и раньше. Это даже знает Конфуция, это знает Будда, это знали все философы до Христа, ничего тут нового нет. Это естественная вещь. Не в этом суть и величие христианской нравственности, а в том, что она дает соответствующий ключ, в который эта нравственность порождает истинную духовность. Нет этого ключа, есть другой ключ, это нравственность что порождает? Безумство, гордыню, лжеправедность, которая затем ненавидит Христа и распинает его. Перепьете. Ну, говорите, только громко, чтобы... Алексей Ильич, некоторые люди могут сказать, что если человек не только внешне поступает в нравственно, но допустим еще и сискон законный творится, он в особости живет, то есть он просто нравственный. И тем самым говорят, ну, зачем ваши догматы? Вот достаточно жить вот именно так, истинно, нравственно. Значит, вопрос повторяем. Если человек живет нравственно, то для чего еще ему нужна вера? Вера, да? Вера в тебя, не только в догматы, вообще самохристианская даже вера, он и так нравственный, он и так был нравственный человек. Вот на это я отвечаю таким образом. Я не знаю, встречались ли вы с таким явлением, или нет, я уже встречался. Я жил, вот я одно время жил в Жаске теперь, в регалии. И там был хирург, замечательный хирург. человек, который никогда никому не отказывал, ни в чем. Бросит его, бросает вот обед, тут же идет и так далее. Вот он скончался. Пришла его жена к священнику. И вдруг к священнику стала ей говорить такие странные вещи, что она не смогла, в общем-то, вынести. Она пришла к священнику с тем, чтобы он, с тем, чтобы он, ну, сказал, прославил ей волю, в этом слове. А он стал ей говорить, и стал ей немножко вопросно-ответной форме, стал задавать ей кое-какие вопросы. В результате показал ей, что вот это его действительно поведение, которое вызывало у всех восток, славу, славу, да, оказывается, это его поведение в то, в то же время, оказывается, было сопряжено с удивительным, то есть, неудивительно, естественно, высоким, превысоким мнением осени с гордостью. Это очень подоруженность. Человек был преисполнен гордостью. Это был человек, который, вы найдете, особенно много таких людей, меня вы очень часто встретите на Западе, которые, они все исполняют, что еще нужно? Безупречная нравственность, он связан, он доволен самим собой. Кстати, почитайте Кириевского, это даже Ивана Васильевича, Кириевского, где он пишет о различии между западным человеком и русским. В частности, он там дает такую характеристику, западный человек всегда доволен собой. И единственное, чем он, если не доволен, то обстоятельствами, которые не дают ему проявить себя. Поэтому он себя всегда ставит, если хотите, в пример. Дальше пишет Кириевский, русский человек на поте всегда чувствует свою недостаточность, свое несовершенство. Поэтому Запад очень легко выступает, ему ничего не стоит говорить. Он молодой человек, он перед всем миром выступил. Я убедился в этом. Верда несет ахинею, но так смело слушайте меня весь мир. Наши, вот я замечал всегда, стесняются. Дело для того, что он бедный потом обливается весь. Я помню, вдруг, где-то в Германии что-ли было, вдруг там один из митрополитов возглавлял делегацию и одному из наших молодых делегатов говорил, вот ты выступишь сейчас, там учебите, студенты, все. Я посоверил, бедный, что с ним было. То есть в краску ударился. Пот ему и потом он говорил, он мне говорит, я не помню, я хоть ничего сказал, у него память всю бедную ошибку, он не знал, как говорить. А они совершенно запросто выступали. В русском человеке вот есть что-то даже от природы, что-то от природы есть ощущение, интуитивное видение, чувствование вот той святыни или той нормы, перед которой я чувствую, я даже не осознаю чувства, я что-то не то. Иван Васильевич Кирьевский очень хорошо это показал. Поэтому вот это действительно добродетельность, о которой говорят эти люди и безупречность, они она без вот этого христианского ключа, исключения может какие-то есть, я не знаю, но правильно безупречность. Вот эти люди, которые видят, слышите, я вижу, что я поступаю в своей жизни исключительно добротетелем. Слушайте, я вижу. Самое страшное дело. И это только мы можем понять, и надо попытаться найти язык, довести до их сведения. Я бы вам только сказал одни золотые слова, которые могут быть ключом для нашего с вами понимания, а потом и для объяснения им. И мы поймем, что такое духовность, отличие от нравственности. Золотые слова, которые нужно всем знать, без которых мы вообще не поймем, что такое духовная жизнь. Цитили точно. Святые оплакивали своим добродетели, как грехи. всем понятно, что такое духовность и что такое нравственность. Этого совершенно не знают мирские люди. Они совершенно этого не знают. Ладно мирские, этого, увы, к величайшему сожалению, не знают западный христианский мир. Католицизм, он весь построен на чем? Заслуги! Заслуги! Вот дал я, проходя в ворота кому-нибудь, слава тебе, Господи, есть на банк, в банк счетик прибавился у меня. Туда дал, сюда дал. Господи, я уже жду награду, что думаете? Опор. А вот обратите внимание к себе. Никогда не замечали этого? Что когда что-то сделаешь, такой, действительно, кому-то здорово, поможешь, еще что-то, чувствуешь, что я уже тот... Ну, вообще-то, Господь Бог дал мать. Я уже чувствую, что Господь дал меня. Ведь весь католицизм откуда исходит? Из ветхого человека, из этого непонимания того, что сами доводители наши осквернены тщеславием, гордыней, самомнением, расчетом, и Бог знает человека угодием. Сколько мы человеку угодничаем и совершаем добродетель наши? Почему? Не ради добра, а ради человека угодием. Особенно начальством, начальством, знаете, какое добро потом сделать? Еще как, только держись. Вот так, друзья мои, у Канта, например, его, например, кантовская система взгляда, Кант вообще сводил даже существо религии вообще, христианство в частности. К чему? К морали. Вот вы проходили тот первый курс, Слава Богословия там проходили, ну вот вы помните точку зрения Канта на Риге и понимаете, он все свел к морали. Ну он же мерец, это же, знаете, это люди Оргнунга, все по полочкам, все по порядочкам, все разложено, какая там вам духовность еще? Мораль, нравственность, вот и вся духовность вам. А что вы еще хотите? В голову не приходили. Я помню, когда на одном собеседовании с немцами, помню это в Одессе, была тема, когда как раз что-то о духовной жизни я не помню, когда с нашей стороны был прочитан доклад о святых, о святости, о православном понимании, то до сих пор осталась у меня та реакция, которая получалась со стороны немцев. Знаете, что вы сказали? вы думали, что этот потолок уже и все, а вдруг оказалось, что за потолком целый мир открывается, вы даже не знали этого. Причем, учтите, это собеседные годы, профессора, с профессорами встречаются, не студенты. вот так, друзья мои. Так что, я надеюсь, теперь всем понятно. такое огромное различие между духовностью и нравственностью. христианство все, все именно имеет своим центром, все нацелено и все существует, включение духовности, сами нравственные принципы подчинены духовности. Более того, христианство впервые, я думаю, в истории религии совершило акт беспрецедентного кощунства. Знаете, что оно сделано? Заодно это христианство нужно стереть с лица земли или в порошок опьянся, на двери, например, стирать. Знаете, что оно сделано? Первым, первым, кто вошел в рай, оказался кто? Разбойник. Не говоря, попросту говоря, за что? За какие нравственные поступки? За какие заслуги? Никаких. Никаких. Вот вам и нравственность и духовность. Вы подумайте. Это же акт потрясающий. Найдите, в какой религии, чтобы святым считать, негодяям. Только за то, что он сказал, а, верно, я правильно меня осудили. Чего себе есть за что во святые возводить. То есть, ну, во святые уже. Ладно, за что спасение получить? За то, что согласился. Так что, что-то соглашаться нечего. Хоть ты там сколько людей убил, да ограбил, да прочие вещи. Соглашаться, собственно, нечего. и тем самым, христианство показало, в чём существо религиозной всей проблемы в исправлении духа, духа человеческого, в приобретении правильной духовности. Слышите? Не правильной нравственности, а правильной духовности. Чем же является нравственность в таком случае? Нравственность является одним из необходимых, но недостаточным. Одним из средств, я бы лучше сказал даже, даже слово необходимым, в случае с разбойником, оказывается, даже здесь не подходит. Одним из средств для приобретения правильного состояния духа. А лучше сказать, одним из средств для духовного совершенства человека. И здесь даже, я бы, был ещё более скромный. Даже ненравственность. Потому что это какое-то, это что-то не то, что-то примитивное и поверхностное. Исполнение заповедей, вот что, является средством приобретения правильного духа, святого духа в человеке. Вот только при каком условии человек приобретает то истинное состояние духа, которое делает его способным к восприятию Бога. Вы сырые дели? Не Бог нас принимает или не принимает, а мы становимся способными к принятию Бога. Пока мы поступаем так, как говорится, греховно, мы не способны принять Бога. Запомните, Бог есть любовь, и Он готов в каждый момент нашей жизни дать нам всё, что можно только дать. почему не даёт? Нельзя. Нельзя. Надень на меня внитру сейчас, я потом никого не подпущу вас к себе. Вы не достоин. Дай мне дар чудотворения. Сейчас такие чудеса наделаю, что весь мир перевернётся. Понимаете? Нельзя. Это весь испорчен внутри, хотя этого, я кажется, не вижу до времени. Не даром говорят, хотите узнать человека, дайте ему власть. Точно. Нельзя ничего дать до тех пор, пока я испорчен. Пока я не очистился. Пока, то есть, лучше сказать, я не увидел этой своей испорченности. Вот в чём дело. Поэтому от нас зависит, вы слышите, от нас зависит, Бог будет нас действовать или нет, ибо Бог есть любовь. и он сделал всё, что можно сделать. Слышите? Всё уже сделано. Всё. Осталось последнее. Он стоит и стучит. Помните, я пока не буду? Вот стою при дверях и стучу. Кто откроет мне? Слышите? Помните? К тому мы войдём и сотворим у него пир. От нас зависит. Это этим ключом, которым мы можем открыть дверь к Богу, является вот то состояние, на которое Господь указал Евангелие. Состояние разбойника, сказавшего достойное по делам нашим. Состояние того мотаря, о котором Господь сказал, что он вышел более оправданным, нежели фарисей. Все толкователи и святые отцы, все, и на вас, и говорят, что эта форма более оправданным является не в том смысле, что фарисей, оказывается, тоже был, в общем-то, ничего, но похуже немножко. Нет же. Ситуация другая. Христос сказал более оправданным, тем показал фарисей, насколько выше мотаря, так, тот более оправданным. То есть, именно мотарь и вышел оправданным, а фарисей осуждённым за это свою хвалебную песню себе, тем более перенесённого Бога. Друзья мои, я остановился на этом понимании особенной подробностью, потому что, надеюсь, вы видите, насколько это важно для нас. очень многие не видят различий между нравственностью и духовностью. Многие сводят всю порядочность человека и святость его к одной морали. Увы, это беда. Совсем не о морали говорит христианство, но говорит о духовности, вот о чём говорит. И мы должны об этом говорить. Не стесняйтесь, если вас будут поносить, что вот вам, грешные такие, ещё смеете вы говорить о духовности. Не стесняйтесь, по одной простой причине. У кого что болит, тот о том говорит. И когда у человека болит зуб, он не стесняется сказать об этом правду. Тот, кто чувствует себя больным, тот, естественно, будет разговаривать о здоровом. Но тот, кто чувствует себя здоровым, тому нечего разговаривать о болезни. Поэтому, если человек чувствует себя больным, он будет говорить о духовности. О чём-то? Что такое духовность? Это здравость! Тот, кто не чувствует себя больным, того духовность, конечно, не нужна. Всегда доволен сам собой, своим обедом и женой. Может, это хорошо сказать. Лучше и вернее. Ну, вот так. И ещё об одном, я бы хотел сказать, неверном понимании христианства. Понимании, которое, в общем-то, присутствовало, может, здесь не всегда, то уже давно стало обозначаться, но которое в наше время приобрело особенный какой-то широкий размах. Речь о том, совершенно необычном, на первый взгляд, понимании христианства, но которое вылилось, тем не менее, уже в целые философские, богословские направления, доктрины. Речь идёт о социально-политическом понимании христианства. Конкретнее. И речь идёт о том, что христианство явилось той религии, в задачу которой входит такое преобразование человеческого общества, при котором оно действительно станет обществом благоденствующего на земле. И все те основные нравственные принципы, которые возвещены Христом, они и догматические, и истинные, все они направлены именно к этому. Божья любовь есть? Да, конечно. Вот христианство как раз и является такой доктриной, если хотите, системой мыслей, учения, которая направлена на решение этой задачи. В последнее время, сейчас уже как-то немножечко замолчали, а вот в 70-е годы, в 60-е, 70-е годы, иногда в 80-е, особенно громко о себе заговорило, так называемое, богословие революции. Зачем? Богословие освобождения. Так называется? Богословие освобождения, богословие революции. Под освобождением, разумеется, какое? Освобождение людей от рабства, от эксплуатации, от несправедливости, вот в этих земных условиях человеческого существования. Богословие революции прямо утверждает, что христианство призывает человека, призывает к тому, чтобы бороться с несправедливостью. Призывает? Кто скажет против этого? Чтобы бороться с несправедливостью? Никто не скажет. А вот какими средствами? Ну, это извините. Какими средствами? Вот дореволюции, революционных средств. Христос изгнал мечом из храма. Применил насилие? Применил. Следовательно, возможной революции. То есть борьба за социальную справедливость и материальное благо допускает все средства, если целью является именно справедливость и благо человека. Правда же, доктрина? Достаточно оригинальная. Она оформилась именно в таком виде сравнительно недавно, как я вам говорил. Но на самом деле, вот спутно, эти идеи не очень давно уже возникли. Да и не удивительно ничего. Удивляться нечего, поскольку мы постоянно пытаемся пытаемся все заповеди Божьи и самого христианства приспособить к чему? К жизни нашего ветхого человека. Посмотрите, как протестантист великолепно приспособен. Верующего в грех не меняется в грех. Всё в порядке. Что лучше можно придумать? Найдите лучшее что-нибудь. Я и верующий, и христианин, и Библию читаю. Грешу – ну и что? А верующим в грех не меняется в грех. Потому что я верю, что 2000 лет тому назад Христос пострадал за всех нас и принёс полное удовлетворение за все грехи каждого верующего человека. Ура! Ура! Великолепно! Собственно, само богословие революции, если хотите, оно, конечно, своими корнями, своей базой имеет вот этот протестантский тезис. Хотя нужно сказать, что это богословие революции явилось, даже, по-моему, первоначально в лоне карты католической церкви. Я, по крайней мере, знаю о том, что Ватикан очень неодобрительно отнёсся к этому. Да, и какие-то были там санкции, я не помню. Ну, Господи, это было в Латинской Америке, они плюнули на Ватикан. Через океан тем более. Не так страшно. Океан большой. Папа далеко. Что ещё? Ну, хорошо. А вот, действительно, вопрос, вопрос-то по существу поставлен. Действительно ли христианство связано с этим? Действительно, насколько христианство действительно может оправдать подобного рода идею? Друзья мои, первое, на что мы не можем не обратить внимание – не в Евангелии, во всём Новом Завете мы нигде не найдём, к величайшему удивлению, нигде не найдём ни слова, ни мысли, осуждающего тот строй, рабовладимовский строй, в эпоху которого возникло христианство. Но не только не находим осуждение, находим большее и, с этой точки зрения, которое я только что представил, худшее, ужасное. Что? Рабы, повинуйтесь своим Господам! Нет власти, которая не от Бога. Поэтому каждой противящейся власти Богу противится. Рабы, слушайтесь Господь! Не за страх, а за совесть! Ужасные вещи! То есть нет не только никакого призыва к каким-либо социальным переворотам, нет даже осуждения той социальной несправедливости, которая была вопиющим фактом того времени. Ну, вы сами понимаете, что такое рабовладимический строй и кто такой раб. Подчас этот раб расхватывался как вещь, даже ниже этого. Гибель обычного раба – это ничто, а гибель какой-нибудь вещи – о! за это могли казнить Глобу. Вот это вот первый из моментов, который сразу же, сразу же вызывает удивление, и, по крайней мере, удивление по сопоставлению с данной точкой зрения. Ещё большее, пожалуй, недоумение с этой, вот с той социально-политической точки зрения, вызывает другой момент. Христос очень решительно заявил, помните, совершенно решительно, не ищите, что есть, что пить и во что одеться. Я сокращаю. Это в Иоаннке 1-3, вы помните. Не ищите. Посмотрите на аптейцы небесные. Посмотрите на лирии полевые. На первый взгляд может даже показаться, что уж никто не ясно ли он призывает. Оказывается, там, он говорит, не заботьтесь о том, что он есть и пить. Нет, кто не осынет. Там стоит греческий глагол «меревнао», означающий «терзаться», «терзаться», то есть не терзайтесь душой, не отдавайте всю душу на это. А к чему же он призывает? Ищите прежде всего Царство Божие и Правда Его. Апостол пишет, не имеем здесь пребывающего града, но грядущего взыскуем. Вы подумайте. Он решительно отмежевывается о том, чтобы заниматься этим вещами. Не с этой целью создана Церковь. Не с этой целью. Оказывается, цель совершенно другая. Вот эти вот вопросы, я помню, когда мы встречались здесь с идеологами, с самыми виднейшими идеологами, приезжали они к нам из Бразилии или Аргентины, я не помню, в Академию. Несколько человек, эти представители богословия освобождения сюда к нам в Академию. Я помню, Вы эти вопросы, конечно, задали. Ну, пока я не мог их знать. Вы знаете, обязательно надо вставить на что-нибудь. Это ужасно. Конечно. И, в общем-то, я себя не очень хорошо чувствую перед лицом таких проблем. Правда, есть один вопрос, на который нам все-таки, по-видимому, надо ответить. Этот вопрос связан с чем? Если христианство центральным пунктом своего учения, ну, хоть и говорят, нравственно, чтобы учение, называет любовь, то как же все-таки понять возможность осуществления любви без неиспровержения социальной несправедливости? Вопрос заслуживающий, конечно же. Внимание! И как вообще понять тогда, что же христианство проповедует? Что оно полностью отрекается от этого мира? Оказывается, христианство осуждает тех, кто... Вы, наверное, помните из послания апостольских, которые забросили все свои дела, так называемые, мирские, и уже ждали только второго пришествия, и отложили все дела. Апостол, помните, как строго сказал? Я вот долго никак не упомянул. Кто же сказал первый – Ленин или апостол? Сейчас вы подскажете. Кто не работает, тот не ест. Апостол сказал какие слова! А если кто не работает, пусть не ест. Постоянно призывает к чему? Если кто не заботится о своих, пишет он, о своих ближних, тот хуже неверного и отрёкся от веры. О! Повторяю ещё раз вам, в словах там Христа, когда не заботьтесь, кричит – не терзайтесь душой, душу не отдавайте! Это всё нужно! Отче наш хлеб, наш насущный, дашь нам в небесе! Дай не с неба, конечно, а помоги нам в наших делах! Почему христианство не боролось вот с этой социальной несправедливостью, с самовладельческим строем? В чём дело? Это вопрос серьёзный, друзья! Вам придётся на него отвечать. В чём дело? Дело вот в чём! Христианство обращает свой взор на самое главное, на источник, из которого исходит человеческая несправедливость. Что является этим источником? Отсутствие любви в человеке. Христианство боролось с оболеванием. на этот источник. Отсутствие любви в человеке порождает все несправедливости, как в плане личном, так и в плане социальном. Отсутствие именно этого. Вот на это христианство и направлено всё остриё своему учению. Помните, что пишет апостол Павел Филимон? Прими! Прими! Аниси, Бог ж бегал раба, как брата возгубленного! Вы слышите? Христос говорит ученикам, не называй вас рабами, называй вас друзьями! Христианство утверждает удивительные вещи! Кто хочет быть первым, да будет всем слугой! Кто будет последним! И кто хочет быть господином, да будет всем слугой! Т.е. оно устанавливает принцип вот этого удивительного нравственного равенства! Это не касается дисциплины жизни! Это касается нравственных отношений! И подумайте теперь, если рабовладелец и раб, помещик и крестьяне припасной, капиталист и рабочий, если они действительно по существу являются, братья, не всё ли равно, какой будет строй? Рабовладельческий строй будет? Не рабовладельческий! Хотя бы он назывался таковым! Хотя бы этот раб был рабом! На каком будет положении? На положении брата возлюбленного! Вы знаете, что христианство без всякой революции рабовладельческий строй отпал! Он просто отпал! Помните, незаметно! Он развалился, отпал! И потом, в связи с деградацией христианства, вновь возник какой? Тот же рабовладельческий строй! Только назвали феодальным! Христианство смотрит на сердце человека и воспитывает сердце! И это именно проповедует! Без любви нет христианства! И если ты христианин, ты должен в каждом человеке видеть равного себе, брата своего, а не раба! И тем самым подсекается основа, база, фундамент под всякой социальной несправедливостью! Не под дисциплиной жизни, когда изначально подчинённых, а под социальной несправедливостью! И это подсекается настолько, что уже апостол Павел, помните, обращается к рабам и говорит им, чтобы они не превозносились над кем? Над своими господами! Господа, приняв христианство, так уже относились к рабам, что рабы, которые похуже приняли христианство, чисто формально, начали уже господствовать над своими хозяевами! Ну, часто ведь из хама не сделаешь пана, вы знаете! Пан-то принял по существу, а хам-то принял только внешне! И тут же становится пана! Вот даже какие вещи! Вот почему! Христианство имеет совершенно другую функцию! Я бы сказал, цех! В воспитании человека, человеческого сердца, а не социальные перевороты и политические пертургации! Поэтому сведение, попытка сведения христианства в какой-то социальной доктрине или политической, она, как видите, не выдерживает никакой критики!